Каждое движение должно причинять боль Вы ее пихаете в рот и она сюда одеснула Как сложно, блин! Ой, как больно! Эй, не русский! Пошла жара! Ай, горячий! Обжор! Я прям молодью, мне кажется Полетели! Че, работаем? Работаем Че ты дрожишься? На улице не мами Бабье лето закончилось Да, бабье лето Все, ну вроде бабье осень Как бы такая у нас плюс-минус Хотя у нас вроде второй день зимы На самом деле Владос Владос не просто так стал замерзать Он, короче, похудел По секретным методикам и программам Если хотите посмотреть Вот, пишите, посмотрите, что стало с Владосом Собственно, что хочется сказать Сегодня у нас очень необычный день Ну как, день-то обычный, а вот выпуск не очень Наверняка ни для кого уже не секрет Что мы по тихой грусти уже съебили в белокаменную Да, все-таки уже, ну, уже это не тайна Ну, не по тихой грусти, как бы Ну да Ну да, по счастливой случайности Ну, короче, по стечению обстоятельств И собственной воли, короче Мы кочуем в более, это самое Урбанизированные структуры Будем, как бы, шатать Москву Но об этом позже Соответственно, знаете, вот когда Ты осознаешь, что ты вот отсюда все Ты сейбл делаешь, короче И такой, знаешь, начинаешь как этот Как ребенок, у которого, знаешь, мама Старые игрушки выкидывает Такой О, мне это надо Тоже поиграю, короче И ты такой Надо это снять Вот это не снял, короче О, а тут-то прикольно, короче Ну, в общем, внутренняя сука Начинает тебя здесь задерживать И, короче, говорить о том, что здесь еще много дел Много всего нужно осуществить И, в общем, есть одно действительно Очень такое, ну, такое важное дело Которое мы сегодня постараемся С вами закрыть Это проверка на блуд То есть, вы видели, да? То есть, ну, интригу создать не получится Вот эти превьюшки твои Вот это название Как дал бы нахер Сразу уже все, блин, людям понятно Проверка на блуд Что ты уже шаристый Да, проверка на блуд Гагита Гачайчи У нас будет Гагит Накатайчи На самом деле Интрига состоит в том, что он не в курсе То есть, он думает, что Мы сейчас идем тренироваться И мы уже опаздываем Короче, снимая вот эту вот подводку И он там, наверное, сердится Но вид не показывает Собственно, вы знаете, что будет происходить Но не получилось Но не все так просто Мы здесь проверяем Несколько спортивные кондиции Ну, их тоже в том числе Но еще мы раскрываем человека Да, то есть, мы немножечко задаем ему Интересные вопросы Разного характера То есть, не всегда приятные Там, ну, такие интересные вопросы И, соответственно, мы попробуем Немножечко раскрыть Гачаича Вы знаете, это непросто Потому что, когда ты контактируешь с человеком Плюс-минус каждый день Как бы видишь его Ты даже, ну, не знаешь Как бы, вот как к нему подступиться Еще что-то Вот, но я вроде подготовился Ночью, минут 15 готовился И постараемся сегодня его Ну, приоткрыть С другой стороны Разрешите С другой стороны Вот, не знаю, что из этого получится Надеюсь, он не скажет Смотрите, нахуй со своими съемками Вообще сниматься-то не буду Нахуй в свою Москву Витя, подожди Я думаю, что за шум у меня в камере Это паэрбол У меня болит немножко левая кисть И я ее немножечко вот сейчас расшатываю Или укрепляю Не знаю, еще не понял Вообще, мне писали как-то в Кан Вконтакте, еб ты В Одноклассниках В Одноклассниках мне как-то написали Типа А вот, сними-ка ты на Ютубе видео Как вот эти самые всякие штуки С Алиэкспресса влияют на охват Пагубно или нейтрально Вот, как они, в общем, влияют Ну, я не знаю, это будет интересно Если с Алиэкспресса заказать Вот этой всей шелупони И типа снять на нее Да, конечно, прикольно будет Мне интересно даже Серьезно? Да Ну, тогда ставьте наибок вверх Вот такой в комментарии Ставьте наибок И тогда я буду понимать Насколько это дело перспективное То есть, если как раз Вот мы сейчас заказ оформим Да, плюс-минус Наверное, к следующему лету Там, или к следующему Новому году Он дойдет Или Стараемся быстрее сделать А Алиэкспресс уже не так работает Он быстрее, я думаю, да Короче, сейчас мы под видом того, что мы Снимаем, типа, рекламу Я ему скажу Гачаевич, нужно, чтобы ты в кадре поприсутствовал Вот И мы его, типа, это Эффектом неожиданности положим на лопатки Типа Мы такие ставим И я скажу Проверка на блуд, ёпта Ха И он такой Все, готовы? Можно просто стоять Да, да Что, работаем? Да, работаем уже Все Проверка на блуд, Гагита Гачаевича Все Что, ест? Суки Ты сказал, рекламу снимать будем? Суки Ну че, телефон разбил? Этого не стоило Я осуждаю Очкуешь что ли? Ты че? Ты че завелся? Мы сказали, что сегодня тренироваться будем Расслабься, блядь Ты че? Что вы понимали Он такой говорит Типа, ну встань сюда Мы сейчас рекламу будем снимать Типа, стой и все Это шутка или че? Я просто впаду Шутка будет В смысле тебе впаду? Подожди, стой Я не понял В смысле не хочешь? Не хочется стоять на гвоздях Сжрать какую-то острую ересь А судьбы не уйдешь? Да нет, это понятное дело Я возмущен, что надо будет сейчас просто напрягаться Страдальчески А кто будет лапшу выносить? Я, что ли? Это все увидишь Ты что ли будешь выносить? Нет Так, ну собственно че В принципе, для тех, кто следит за моим творчеством И является его почитателем Или хейтером, короче, да? Да какие хейтеры? У тебя нет хейтеров Нету, конечно Но меня спросили, что бы я пожелал своим хейтерам Я сказал Смотреть не до тех пор, пока вы меня не полюбите Для пацанов Для пацанов Для тех, кто новый гость Рассказывает, что сегодня нас ждет Пять испытаний То есть первое Это у нас Динамомимимимиметрия Это что такое? Ну это типа жмешь И сколько килограмм выжал, короче Типа, чтобы, ну Хватку проверить Ну никто не проверяет хват почему-то То есть А мы проверяем Вот такие мы Оригинальные Next Самое интересное, наверное, для меня Это разлом гвоздя Сколько он миллиметров? Для мужиков 200 на 6 миллиметров Для женьшеней Блин, вот с женьшеней мы не определились У Машки сколько было? У Машки был 120 Ну и будет 120 Да? Просто как бы вот, допустим, Голощапову, если звать Мне кажется, тоже 120 Да, конечно Одинаково, чтобы у всех было Ставьте, короче, смайл персика, если хотите Голощапову Проверку на блуд Ни хряда не стало лучше звучать Далее у нас гастрономические безобразия Ну, собственно, сколько? Что это? Это острый бич-пакет Кстати, я позавчера его ел В общем, я тут недавно побегал на улице Позанимался там у открытой форточки на черной лестнице И проснулся с насморком и легким першением в горле В общем, взял вот это вот Заварил себе Как наебал И все, как рукой сняло Ощущение было только что Я скакаю этим раскаленным ломом Но в целом, как бы, все зато прошло Такая, знаете, эта Санэпидемстанция, то есть, была у меня это Осуществлена внутри вот пищеварительной полости То есть, как бы Острая лечит Острая лечит, да Никто не вечно лежит Далее у нас что происходит Собственно, карты Вообще, самые неоднозначные Подожди, кто-нибудь справился вообще с ним нормально? По-моему, никто еще нормально не сделал А добряк? Ну, добряк, как бы так, посредственно То есть, у Кирилла Игоряча они просто Под кутикулу, короче, засыпались Короче, потерялись и все А что надо с ними сделать? Разорвать Быстрее и больше То есть, как можно быстрее, как можно больше Кстати, знаешь, появилась, короче, категория людей В моих комментариях, которые такие Привет, я хочу попасть на проверку на блуд Заходишь, там мальчик 14 лет Который, ну, как бы Я просто, наверное, в нос ясности нужно осуществить, да? Проверяем на блуд Мы, ну, не всех подряд То есть, если бы я вот прям А, да? Ну, типа того Как жаль Ну, логично, в принципе Для многих Ну, нет, чувак, серьезно Мне пишут А я, это самое Проведи проверку на блуд со мной Ну, и тоже Вот это одно из моих любимых Ну, как Одно из моих любимых Когда у меня женщины, короче Ну, а потом откроют И девиз Девиз Ну, давай Зарешающее упражнение Каждое движение должно причинять боль Я на кайфе Так старался С выражением Конечно Я бы отдохнул сейчас После этого бы прилег Ну, как бы дела, понимаете Сами надо делать Дела, собственно, не ждут Ну, как бы вот такие раскладурики у нас А, так же Нашлепки для гвоздей Из девственной плевы луговых фей Тряпки-самогнуйки Благодаря которым гнуть не то, что Не больно А вообще легко То есть, ты вот прямо их кидаешь на гвоздь И они сами его гнут, ломают А ты пока лежишь там на печке Как Емеля или Иванушка Кто там у нас А где такие взять можно? Ты же ему шкодный шкодник какой Ну, ладно, раз Владос спрашивает Как бы Блудшоп Магазин Блудшоп Ссылочка в описании То есть, для тех, кто вот как бы Изометрические безобразия приветствует Очень котирует Скажи честно, советуешь? Ну, конечно Мужик, советую Гнуть гвозди Ну, да Изометрик заниматься Да, я советую Но, видите, я сейчас сам немножечко Не то, что отошел, отодвинул У меня такое бывает Я гну периодами, как правило И сейчас мой вынужденный период отдыха От изометрических безобразий Вызван какой-то непонятной травмочкой кисти То есть, вот тут она у меня присутствует Уже, кстати, когда я потолкал тяжелые гири На обзоре на меня Как-то получше, как будто бы стало Ну, как бы, торопиться все равно не хочу Так что пока ждем Пока ждем Как пройдет, начну опять эти все ключи Рубрику лучше бы мне отдал Полетели Пссс Эй Псс Псс Я вижу, ты собираешься порадовать своих близких подарками А хочешь при этом еще порадовать и себя Конечно Тогда хочу тебе порекомендовать Кэшбэк-сервис от Letyshops Благодаря этому сервису Ты можешь вернуть себе кэшбэк Фактически с любой покупки Я вижу, что ты спортивный парень И поэтому хочу тебе сказать Что Letyshops раздает горячий кэшбэк Прямо сейчас в Спортмастере И чтобы ты понимал всю уникальность данного предложения Я тебе скажу по секрету, что его увеличили в 6 раз И теперь это 15% вместо привычного 2,5% Совсем из головы вылетело Срок действия и количество активации ограничено, поэтому надо поторопиться Спасибо Чтобы активировать и вернуть горячий кэшбэк Сначала выберите товар, который интересует И добавьте его в корзину Потом заходите на главную страницу Letyshops Горячие предложения в самом верху выделены красной рамкой Как покупать с горячим кэшбэком Нажимаете на иконку с магазином И кэшбэк активирован Но помните, после активации у вас есть несколько часов, чтобы совершить покупку После активации переходите в магазин Letyshops и совершайте покупку Поэтому регистрируйся в Letyshops и возвращай действительно большой кэшбэк Честно, не стоит на это все, но будем суетиться Ладно, ну бывает в жизни Динамомимимиметрия То есть три попытки Гагита Гачаевич будет как бы жамкать на максимум То есть выдавливать из этой штуки сок Или из себя Буду представлять, что это грудь женская Основной как бы у нас посыл Это не сжать и не сломать-то по сути А чисто так, пох***еть там вот это вот Это провокационный вопрос что ли у тебя? Ну не то, что провокационный Просто, ну нужно же как-то это самое Типа раскрыть там Как трудно раскрывать человека, который в принципе 24 на 7 Ну не 24 на 7, но 12 на 6 точно Как бы присутствует, поэтому Довольно-таки сложно Гачаевич, с кем ты работаешь? Как неудобно стало Что ты по жизни Блин, я не покраснел На данный момент я уже, наверное, как это сказать Блин Сейчас, подожди Блогер Как мне неудобненько было это говорить Ну, я что-то там снимаю Деньги за это получаю Просмотрю Ну, так получилось в жизни Круто, круто, круто Красивая жизнь Могу себе позволить стать Наконец-то не в 6 утра А в 5.30 Бл***, ненавижу блогеров Три ступени развития себя как блогер Вот допустим, три ярких этапа Которые ты мог бы выделить в становлении Себя как блогера То есть какие-то, допустим, это могли быть события Выступления Или просто какие-то эмоциональные в голове формирования Что ты такой Хоп, вот здесь я начал Здесь я как бы вот работаю И типа сейчас я там на верхушке, на пике Ну, что-нибудь такое Вот три каких-то вот значимых для тебя отрезка Вот в этой профессии Профессии трудовую тебе дайте Могу тебе показать Там уже Да, стаж пошел Наверное, одно из ярких моментов Это что мы общаемся с тобой Своеобразно все Опасно, круто, развивающе Один из больших факторов Хороших, которые я прям обожаю Второй фактор Пацаны, для вас стараемся Чего вы не знаю, на меня так сказали А какой второй фактор? Все идет хорошо Наконец-то я могу просыпаться Никуда не торопиться Нету вот этой суеты Которая у меня постоянно была Владос, успокойся Что случилось? Ты чего? Это как бы то, что ты встаешь Допустим, не в 6 утра Это как бы следствие, грубо говоря Того, чего ты достиг А вот именно какие-то вот Ну, первое, допустим Ты отметил яркую какую-то И вот еще, возможно, какие-то вот яркие эти самые Яркие впечатления, когда мы с тобой выступали Красноярск, Сибирь, да Там выступали Еще у нас были выступления Но сам факт этого выступления У Кирюхи тоже выступали Эмоционально заряжает Запоминается такая ересь И это очень круто И заряжает надолго Ну и ты такой Крутяк Это второй фактор Третий фактор Ну что, давай пожамкаем Давай пожамкаем Знаменитый динамометр Мимометр Мимитер Да, с обстратыми рисками, которые тяжело считать Но как бы я пока справляюсь Собственно Владос, когда сделаем табличку, типа, с результатами? Я понимаю, что здесь это не главное Но типа мне просят люди Ну пишут, что надо, типа Я-то, может быть, и не ставил бы, как бы Но вот люди типа хотят Ну окей, сделаем Сделаем, да? Или в этом, или к следующему выпуску. Ну, или к последующему. Ну, там через года два, знаешь, там. Как дизайнер сделает. Сейчас суета, поэтому немножко надо. Пользуясь случаем, поступлю как блогер. В общем, вы можете обратить внимание на пару прекрасных вот этих вот просто орангутанских гачайчикских рук. Если вы заинтересованы в построении таких же, еще и в домашних условиях, чтобы они были мало того, что такие здоровенькие, проработанные, сильные и все в этом духе, специально для вас в своей онлайн школе атлетизма я написал курс, посвященный прокачке рукам в домашних условиях. Бицепс, трицепс, кисти, предплечья, то есть все в совокупности. Шесть тренировочных дней, огромное количество всяких там связок, там систем тренировочного процесса. Подошел, как всегда, качественно. То есть хотел сделать легкий курс, но не получилось, получился крутой. Соответственно, кто хочет руки, еще и не выходя из дома, welcome, ссылочка в описании. Спасибо, Гать. Можешь вставать там, можешь сидя. Крик для эффекта. Пес занервничал, ни хера себе, ты что, дозверел, что ли? Походу, я это интересные темы затронул. Так, это у нас получается 76 килограмм. Ну, точно могу сказать, что это от Игоряча как бы, ну, второй результат, то есть это двойка у нас получается. Игоряч его как бы снес нахер. Ну, Игоряч, мне кажется, вот так бы мог сделать. Игоряч сначала, Игоряч сначала это, зажал там свою какую-то ладонную мышцу, короче, и не смог продвинуть. Две попытки забаранил, вот, и потом третью утопил. Было смешно, короче. Ну, Игоряч и позволительный. 76, неплохо. Ну, про семью это по умолчанию, вы все должны понимать, что это круто. Вау! Знаешь, такой сказал, потому что жена, типа, смотрит такая, Кать, привет. К сожалению, хотя бы не к сожалению, я автозадрот. Я прям задрот конченый. Но когда у меня будет вот пачка вот таких денег, я буду покупать стульковые тачки. Но надо просто рационально понимать, куда тратить. Но одна из мечт, я отреставрировал, сделал так, чтобы машина моя была отреставрирована. Стоит сейчас в музее, хранится сейчас зима. Летом, весной я буду на ней кататься. Это мой фетиш и моя отдушина. Ну, такая механическая отдушина. Вот три фактора, которые мне прямо сейчас прям... А что ты опять меня снимаешь? А когда пачка денег у тебя будет? А когда пачка денег будет? Не знаю, как получится. Я пока не могу сказать, но чуть-чуть копится. Смотри, получается, два твоих фактора завязаны на людях. Один не на людях, а на твоей вот этой вот штуке-машине. Давай по порядку, собственно. С моментом пандемии, кстати. Вот лично я, я тоже типа силовой артист, там все дела. То есть я выступал. С наступлением пандемических карантиновых моментов выступлений... Ну как нет, блядь? Вот. Моргенштерн, баста и блядь, не лето и блядь. Все как бы, у них все в порядке. Они типа выступают вообще типа без проблем, все хорошо. То есть мы последний раз как раз-таки выступали с Гагитой Накатайчем в Красноярске, как он сказал. Отшумели. Ну, отшумели, да, очень хорошо, очень успешно. Не знаю, как будет дальше. Как вот тебе вот вообще не хватает вот этих вот моментов, как бы знаешь, вот этих там выступительных каких-то вот толпы, вот это еще чего-то или... Честно говоря, не хватает, потому что я очень зависим от эмоций. Мне нравится общаться, мне нравится видеть, ну и вообще в принципе с людьми трындеть, визжать, находиться, двигаться. И этого сильно не хватает. Витьке, я думаю, тоже, потому что он любит, когда народ, толпа, все на него смотрят, внимание. Это... Мне кажется, что это комплексы какие-то наши. Комплексы? Комплексы. Ну, типа знаешь, такие, такие, внимание, типа смотрите, вот как-то это может... Может быть, потому что в детстве, когда у меня была инвалидность второй группы, мне хотелось не отставать от ребят, которые ходили, двигались. Ну, бля, прикольно. Мне тоже хотелось. Я как-то пытался, суетился за счет своей вот этой пытливости. Ну, встал на ноги, мои родители помогли. И мне хотелось как-то, а почему бы нет? Мне хочется как-то немножко превосходить, быть чуть выше. Круто. Конечно, есть норма. Иногда люди перегибают палку, но все равно норматив должен быть. Если ты, ну, не хочешь быть как-то сильнее или лучше, ну, тогда, блин, ну, как цели. Поставил цель, ты к ней стремишься, ты хочешь ее улучшить или сделать. Точно так же и здесь. Я хочу, чтобы меня видели, мне это нравится. Кайф. Может быть, даже это комплекс на психологическом. Я сейчас могу Гочу вообще в такой капкан, ебать, загнать. Смотри, ты сказал, что ты, типа, тебе хотелось быть лучше, превосходить и так далее. А у меня на канале, на мой обзор, ты сказал, что тебе не нравится соперничество и ты не хочешь. Нет, это соперничество. Это когда ты хочешь, но я, к примеру, увижу, что... Ну, вот, к примеру, ты развиваешься, ребята развиваются, блогеры. До этого уровня дойти, но, опять же, если он начинает все, как сказать, слишком, б**ть, уже высокий уровень, ты понимаешь, что надо или соперничать прям, агрессировать и жить, б**ть, целью, чтобы добиться такого уровня, ну, прям жить этим и забивать на все. И вот цель поставить и все. Ну, как бы я так не могу сейчас. Не готов. Не готов. Опять же, ребят, просто так все ничего не дает. В данной ситуации то, что у нас есть, это не от балабольства и от всякого этого, а от того, что вот Витька трудится, я пытаюсь что-то там, Владос, вон теперь оператор, б**ть, дорогой, очереди стоят на него, б**ть, не, 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 не подойти к нему, не записаться. Малой, смотришь, вон у меня зритель есть. Ну, мне кажется, это почти такой же. 75. 75? Устал уже, типа, устал. Слушай, а ты, вот мы с тобой тренируемся, но мы частенько с тобой тренируемся. Ну, да. Я ни разу не видел, чтобы ты пользовался магнезией. Не знаю, просто вот не пользуюсь ни магнезией, ни этими лямками, просто. Лямками понятно, лямками, как бы мы, по-моему, никто не пользуемся. Вот именно магнезией, я вот люблю за магнезией, там, тяжелая гиря, тяга, то есть, там, это самое, там, ну, как бы, я часто. Ну, углубляюсь. Не нравится? Просто, нет, просто, нет. Или это связано, что, типа, там, будет сильнее хват, там. Нет, честно, вопрос. Или там, ее все трогают, я не хочу. Падло, блин, мазаться, потом белое, потом здесь белое, тут белое, пятно вот тут белое, почесал яйца, член вот в другую сторону поставил. Иногда бывает, вот мужики меня поймут, здесь стоит такой, блин, выдавил сюда, потом следы остаются. Ну, просто не мажут. Ставь лайк, если любишь выдавливать член в разные стороны. Точнее, этот, вместо локации, геолокации передвигать сюда-туда. Так, левая. Чисто перед, передислоцируй. Затрагивай мужские темы. Я обычно, как бы, ну, не то, что не затрагиваю такие темы, просто ты сам ее затронул, и у меня много людей, наверное, не в курсе. Ты сказал, что у тебя была инвалидность. Бля, бывает. Понятно, чуть-чуть, как бы, если хочешь, просто для моих... Была болезнь пертаса, я был пиздюком. Что такое? Ну, типа, вкратце, разрушение головки, бедренной кости. А чего произошло? Да хрена знает, может, хреновое питание, может, я не знаю, не могу сейчас сказать. Когда мои родаки приехали в Питер, это было 30 лет назад или даже больше. Как бы, вы сами понимаете, там ни финансов, ничего, неблагополучная семья, финансов таких не было. Мы выживали как могли. Может быть, из-за плохого питания, может быть, из-за чего-то. Ну, так получилось. Инвалидность, косоглазие, черепомозговая травма. Ну, въебал меня об качельку там, потому что качелька каталась, там меня толкнули, я влетел в качельку. Я загулял в больницу. Ну, короче, такое бывает. На костылях ходил, в очках тоже тусил. Мне хотелось всегда спортом заниматься, я смотрел всякие фильмы. И на уровне подсознания ты такой думаешь, блядь, ну, надо заниматься, стремиться, как бы. Врачи запрещали, но мама сказала, ладно, хлестай, и потом каратэ, движ, потихоньку все начало улучшаться. И вот сейчас пока вот то, что есть, вот вы видите. Беспокоит на данный момент что-то? Нет, вообще не беспокоит. Вообще, блядь, жив, здоров. Ой, охреново взял! Бум! Очень кровь. Так, это как Маша Цоколова, по-моему. Так, раз, два, три, четыре, пятьдесят, три. Фу, какая всратая женская левая. То ей приятнее, наверное. Конечно. Теребонькой. Специально ее так немножко, делаешь ее немножко женственной, преднамеренно, чтобы было приятнее место дислокации менять. Это была сейчас шуточка за три. Да, неплохая, да. Красавчик. Шуточка за три. Мы разобрали яркие моменты, становление, вот это вот блогерские, мы там это выделили там людей. И третье, ты выделил машину, JDM, фетиш. Что для тебя машина, ты сказал, что это отдушина, что это прямо вот, ты прямо задрот в этой теме. А какие тебя вопросы интересуют? И вас? Мало контента с машиной. Ой, блядь, как тяжело, сейчас меня отрисеть будет. Не, ну, я много вижу фотки там, по твоим сторисам видно, что ты ее любишь, ты постоянно там ее снимаешь. Моя еб***ая мусорка, моя любимая мусорка. Но вот именно вот прямо вот, чтобы так вот сесть и как бы вот посмотреть какое-нибудь кинцо с твоей тачкой, или какой-нибудь вот пост, я, например, не видел. То есть иногда вот как-то урывками, но вот прям полноценно я не видел, чтобы ты прямо вот прям... Сегодня у нас, JDM, пуй***ь, короче. В моем понятии, если я начну вести автоблогерство, мне почему-то кажется, это... Сейчас, ты... НАХАК, кому не надо. Потому что... Ну, это опять же, может, я переубежусь. Потому что сейчас, если брать автоконтент, ребят, столько всего. Бентли с гусеницей, гусеница с Бентли, Бентли на гусенице, потом Бентли на тракторе, Бентли на видео. Машина, в ней паровозный двигатель, или в двигателе еще машина с экранами в цилиндрах. Ну, образно говоря, очень перенасыщен контент. И питерский автодвиж, наверное, один из лютейших. Я имею в виду по культурной движухе. Но тебе не кажется, что, допустим, вот, блядь, контент, который мы там условно снимаем... Да, мы привносим в него много креатива и делаем это необычно. Ну, допустим, как накачать пресс, если загуглить? Во! Тоже до хера как бы. Ну, ты прав, блядь. Я сейчас чувствую, меня разматывают. Просто из-за того, что мне, наверное, лень снимать именно автодвиж. Ну, видите, как меня сейчас разматывает. Ты ленивый, получается? Нет, я не ленивый, но в некоторых моментах, когда я что-то как-то не вижу, типа, смысла. Но, опять же, смысл есть. Видите, как бы прав, и он меня сейчас осаживает. Ты сам сказал, отдушенный я такой. Ну, отдушенный, да. Но я просто это чисто для себя. Если надо поделиться, я как бы с кайфом. Ну, надо пробовать. Мой косяк, что... Суетить надо, да? Да, я сейчас мне суету по автодвижу. Но я хочу летом, потому что летом... Ай, нельзя же снимать нелегальные гонки. Короче, буду на А4 рисовать. Типа, вот смотрите, я на левой полосе, потом перестроился резко на правую полосу. Вы представляете, вы это визуализируете. И в конце я там, типа, финиш рисую на бумажке А4. Ставь смайлик машинке, если хочешь, чтобы Гога снимал про машинку. Ребята, да-да-да, мне 30 лет, все дела и так далее. Я сейчас хочу, типа, разыграть. Я полицейский жандарм французский. И врываюсь в нелегальную группировку, короче. Мы будем сейчас ломать гвоздь. То есть, ну, как бы, ну, прежде чем ломать, мы будем, собственно, бэззарить. Тебя останавливает именно вот снятие ЖДМ-контента в том плане, что... Высокая конкуренция или перспектива того, что это будет неинтересно, потому что это уже, типа, есть? То есть, ты, как бы, сказал, что сейчас есть и гусеницы с Бентли, и Бентли с Гудли. Я не очень понимаю, что это значит, но, как бы... Короче, я думаю, это больше мой настрой из-за этого, как бы, если попробовать, может, даже зайдет. Это просто уже моя настройка на будущего этого контента. Все, это, как бы, уже мои проблемы. Блин, надо суетить, ребят. Честно говоря. Я даже не знаю, как сейчас оправдаться. Я уже сказал там... Так, нет, мы не оправдываем. Не, ну, сейчас перед вами. Вы поняли, ответ, все дела. Как бы, в данной ситуации просто надо творить это. Какая твоя настройка на дальнейшее будущее, допустим, вот, там, ну, не знаю, 2, 3, 5 лет, то есть, ты говоришь, что сейчас ты блягер. Наверное, относительно с недавних пор. Ну, да, я с недавних пор это блягер, шлягер. Блягер, шлягер. Типа того. И вот именно, вот, что бы ты, допустим, не знаю, вот, ну, может быть, какие-то долгосрочные, короткосрочные цели. Что бы хотел, куда хочешь стремиться, то есть, во что это должно все вылиться. Первый путь развития, наверное, это самый, в моем понимании, я ребят со своей колокольней вещаю. Я очень хочу довести семейное состояние до того, чтобы моя жена могла с кайфом прям воспитывать ребенка. Ребенок, ну, не имел каких-то проблем. У нас не было вот этих, как у меня было. Хочу это, хочу то. Хочу это, хочу то. Но не получалось. Но, опять же, все это в норму, потому что ребенку тоже нельзя слишком все были позволять. Я всегда мечтал просыпаться, никуда не торопиться. У меня каждый раз какая-то суета. Я в 6 утра обрывался, ты тоже так же. И ты меня понимаешь, что такое работает. 6, в 7 начинаешь и в 9 приходишь или в 10, или в сутки. Вот такое. И тебе, ну, и ты жизни не видишь. Я не хочу этого. И как бы в данной ситуации, вот сейчас получилось так, что я могу делать почти, ну, что хочу. Просто остается не закисать, не валяться на диване, а какие-то вот моменты сниматься, где-то общаться, знакомиться с людьми. И вот сейчас у нас будет Москва. Витька туда врывается. И, соответственно, я буду, ну, не полностью сейчас ворвусь, но буду там ошиваться уже не по 2-3 дня, а, может быть, по месяцу, по 2 недели или больше. Там уже по ситуации. И сам факт. Хочется, чтобы народ максимально узнал обо мне, о Витьке, о Владосе. Ну, мне это в кайф, чтобы нас узнавали. И мы были такими, знаешь, как это, имя работает на тебя. С годами становишься сильнее или слабее, или как? Так, вот что меняется именно, вот как сила, выносливость, там, не знаю, там. Ну, вот какие-то вот есть различия, там, еще что-то? Я по себе скажу. Да-да, это о тебе видео. Становлюсь сильнее, связки укрепляются, мышцы, ну, какие-то формы там у меня есть, дрыщевые, но они есть. Выносливее, ну, если тренируешься, задрачиваешься по выносливости, то неплохая у меня, скажу. С молодыми могу конкурировать. Все хорошо, но я еще, видишь, наверное, еще и за питание, мне кажется, фильтры там чистые, я хрен знаю. Ну, так, ну что, показывать надо инструкцию? Нет, я, ну, приблизительно чик, ну, потом уже руками добивать. Два пути развития событий, то есть первый, что ты его сгибаешь и согнул, разогнул, согнул, разогнул, то есть дилетантский, типа того, как бы этот самый, базовый уровень развития. Если типа гроссмейстерский, то с проламыванием ты это делаешь, то есть проломил, развернул, проломил, проломил, оп. Ну и все. Да, изи, то есть, короче. Я тебя замотаю, потому что я заматываю. Давай. Есть какие-то спортивные цели, там, допустим, вот что хочешь сделать? Выход силы на кольцах с весом 48-50 килограмм, вот. 48 я делал два года назад, но я делал, стартовал вот с этой позиции, с полусогнутой. Ну, как бы полный стиль, это вот прям с прямых и вышел. Ты хочешь прям с прямых? Да, хочу попробовать, но это, мне кажется, блин, для моего веса прям крутя. Так, ну ты помнишь, что мы это делали по таймеру, да? Да. Ты помнишь, сколько ушло у Маши, у Добрякана, это все? Ну, много. Как бы мне надо, типа, не упасть лицом в линолеум. Слушай, ну, меня в последний раз столярик удивил. Да. За сколько, минуту 36 или сколько он там, или... Мне кажется, он готовился такой пи***бол, а. Он сказал, я не смотрел, Лех, ты это смотришь. Я, типа, не смотрел, но, типа, знаешь, это, ну, там, наверное, еда будет, гвозди стоять, гнуть гвозди. 100% на 90% уже нам попал. Это же блуд, это же, он же такой очевидный, это, ну, это стандарты. Ты неинтересный, предсказывай, братан. Ну, типа, вот того. Ой, мразь какая, а. Три, два, один, погнали. Можешь вставать, можешь сидеть, как-то удобно. Время. Дальше, чем мы покупаем. Второе, реализоваться по тачкам. Я понял, как бы, общую концепцию, что ты имеешь в виду. Ну, давай, как бы, не знаю, парочку проектов. Чтобы осуществить эти проекты, нужен большой кэш, прям, чтобы зарабатывать. Я прям должен хорошо зарабатывать, но, опять же, это должен быть свободный кэш, а не как-то на последние бабки там все тратишь, тебя там ребенок не может нормально поесть. Нет, такого не будет, когда будет прям крутой удар. Я хочу дать максимального стиля, чтобы, если вы по Питеру или по Москве катался, то это все знали, что это, это Гога. Вопрос, Гога, о какой машине ты мечтаешь больше всего, если у тебя были бы деньги? Хонда NSX 90-го года. Одна машина? Хонда NSX 90-го года. Лямов пять, потом еще привезти, потом еще кое-что сделать. Ну, от 7 миллионов выйдет. Но я, опять же, стремлюсь к этому, чтобы я мог осуществить эту цель. Сколько ты видишь в реализации этой цели? Года три. Сколько тебе будет уже? Тридцать три. Возраст Христа. А, Христовский возраст, знаешь? Это Гога. Слышал? Да. Ты потом тоже придешь к этому возрасту. Слышь, малой, пни. Давай, давай, давай. Горячий. А, горячий. Блядь, обжор. Вот я, честно, я, блядь, вы видите, ну, как я вот веду себя, это не на камеру, это стандартное стоковое состояние. Я прям молодею, мне кажется. Вот я сейчас охуительно себя чувствую, прям шикарно. Вот я общаюсь, снимаюсь, живу, блядь. У меня есть ребенок. Жена, кайф. Я от этого, я прям радуюсь вот этим мелочам. Ну, не мелочи, для кого-то это сейчас проблемно. Женой я 13 лет, чтобы вы знали. И не умничайте мне тут за отношения. Я просто радуюсь, что у меня вот все хорошо, проблем нет, руки, блядь, здоровы, травмы нет. Я общаюсь с Витей, вот с Владосом, катаюсь, мотаюсь, я прям радуюсь. У меня были проблемы в юношестве, я очень был закрытый, депрессивный. Из-за вот этого у меня постоянно какие-то были проблемы, драки. Когда двухтысячные были, помнишь, те нацистские штучки, темы, блядь, подворотни, п***елки. Э, не русский, ааа, пошла жара, там, мах, махач, там, какие-то движи, убегал, ломали носы кому-нибудь, еще что-нибудь. Это тоже было, я думал, блин, какого хера, что такое, может быть, что-то во мне не так. И я такой, ах, не хочу огорчаться, не хочу переживать, депрессировать и все. Меньше о негативе думайте, больше положительных мыслей, немножко труда, радости. Надо радоваться, не надо напрягаться. Согласен, сиди, давай. Смотри, как надо, чтобы было. Да, 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 у меня он как-то вот так, с зигзагом. Я думал, дольше буду. Слушай, ты быстрее мог бы это сделать, если бы как бы, но, в принципе, это у нас получается третье время, то есть в троечке. То есть, ну, Игорьич, его просто... Слушай, мне кажется, Игорьич, это читинг. А, кстати, вот ожог. Обжегся, да? Да, 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 точечка. Ты раньше гнул вообще? Ты гнешь козди или нет? Когда мы с тобой гнули? Я не знаю, тебя спрашивают. Не гнешь? А почему, по какой причине? Один раз гнули. Длится просто, надо быстро отвечать. Просто, ну, я не гнул. Так получилось. Ну, почему? Ты считаешь, это неэффективно? Нет. Не нравится, там, неинтересно, там, будет больно, там, ну. Просто не углубляйся в эту тему. Хотя, вот, сейчас я поделал минуту 47, у меня предплечье, связки прикурили. Как будто я, там, не знаю, по 50 килограмм держал эти гирки. Тебе понравилось сейчас? Кайф. Какие эмоции? Напряжно, будоражит, хочется разъебать, разломать гвоздь и все. Гога славен, как бы, многими моментами. Один из основных, это его сухостойность, а второй, это его руки. То есть, он, как бы, ну, очень легкий чувак. То есть, да, обратите внимание, то есть, он чуть пониже меня даже. Весит 66, насколько мы смотрели. Я на массе 66, то есть. Но он имеет очень, как бы, большие, внушительные руки, то есть. Я сейчас, кстати, напрягаю, и он после гвозди у меня прямо... Сейчас Владос как раз-таки, как это... Качается. Не то, что качается. Воодушевлен с ним похудением. Воодушевлен с ним похудением, безусловно, и как бы хочет, я так полагаю, трез себе. Да. То есть, и вот он интересуется... Вот этими кубами? Ну да, что скажешь про них? Покажи. Кстати, там где-то точки. Сейчас профессионалы скажут, что гормон роста. Подожди, где точки? Где точки? Подожди, где-то были, короче, где-то точки есть? Лена, наверное, нет. Ну, это один из больших плюсов, конечно, но... Ну, по факту, ну, давайте... Не, это круто, конечно, прикольно. Чем ты сделал такие выводы? С того, что я... Я вижу, я вижу, как женщины реагируют. Не, конечно... Не, это главное, да, короче? Все в кубе работает. Все должно быть в кубе. Если у вас хорошая машина, парфюм, ты такой встал, она такая... Вау, я тоже встал... Девочка тоже встала, такая фисташку. Вау, как на гитаре начала, блядь, вот это пацан. Нет, такого не будет, конечно. Ну, должно быть все совместно. Деньги, машина, тело, бабки, характер, если все это... Если ты крутой, блядь, хотят, я вам. Ну, да, что-то вопрос, ты перечислил прям много. Сразу скажу, хорошие парни разбираются быстро, как и хорошие девушки. Давайте будем честны, и все. Были ли у тебя проблемы с девушками? Нет, у меня жена, 13 лет, мы с ней суетимся, всякие штучки любим женой. Девочки, если вы хотите стать подружками нашими, то... Да все круто, у меня в семье все огонь. Что так? Но опять же, девочки, если вы хотите стать подружками... Так, что, мы как бы... На чем мы там остановились? На отношениях к женщинам? Отношениях к женщинам? Да, то, что у него жена, 13 лет, и больше никого не было. Сколько ей девушек вообще было? Смотрите, у меня как бывает... Опять же, я со своей колокольни. Видео о тебе, поэтому... Да, думайте больше, как сказать, об успехе, о том, чтобы у вас все было круто. Если у вас все действительно хорошо, вы будете прям сиять, и это будет притягивать женский пол. Ты, как бы, это самое, в общем, за полигамность или за моногамность? К чему стремиться молодому поколению? Тут нет верного ответа на вопрос. Это как бы вот, как ты считаешь? Здесь нет верного ответа, потому что кто-то жил-рос в определенной среде, кто-то это, и у нее будет свое мировоззрение. Я за... Чтобы была одна женщина, чтобы вы с этой женщиной могли суетить много чего. То бишь, она должна тебе быть подругой, женой и любовницей. Если есть вот этот баланс, тогда идет хороший успех в отношении. Я думал, я выйду, честно говоря, и никто не будет больше выходить. Да подожди, не звони так сильно. Может быть, мне надо выйти, зайти? Как ты отдаешься к острому? Средняк, иногда настроение есть крутое, прямо хочется пожать острого, а вот сегодня нет настроения пожать острого. Не очень хорошо. Хуя аппетита! Собственно, что, работаем мы как бы по таймеру. Рекорд Кирилл Игоревич. Первое место за минуту он его просто вместе с миской всосал. Месье Столяров минута с чем-то. Уважаемый Добряк минуты 3-4, насколько я помню. Ты вроде как, я не знаю, любишь, не любишь соперничество в таких моментах? То есть, как бы, смотри сам. Но, как бы, таймер мы все равно поставим, потому что... Как смогу? Готов. Три, два, один. О, если говорить не о жене, а вот, допустим, ребятах, которые нас смотрят, ну, большинство из тех, которые нас смотрят, я думаю, не с женами. То есть, как бы, ну, там, есть там с девушками, есть с женами, безусловно. Но, наверное, многие, как бы, они пребывают в юношеском таком возрасте, в экспериментах там, и все в этом духе. Полигамность или моногамность? То есть, вот, не опираясь на жену, допустим. Вот тебе 18 или во сколько? Во сколько вы начали? 18. Ну, мне вот только 17 было, и стукнул 18, и пошла... Ну, допустим, давай, тебе 17, ты не знаком с своей женой. Я бы, наверное, бы сперва пошел бы попробовал много чего. После вот этого опыта я бы уже отталкивался, чего я хочу. У меня есть машина, блядь, 150 кобыл, и есть машина 1000 кобыл, и ты не понимаешь, что вот с этой делать. А если ты начинаешь с малого постепенно, ты понимаешь вкус вот этой тысячесильной машины, за которой многие сядут и не смогут с ней управляться. Хороший пример, вроде. Потому что, ну, нет такого, что ты сел и начал херачить. Нет, это опасный снаряд, в котором должен быть опыт. В данной ситуации ты набрался опыта? Ну, все в меру. Сука, штраф пришел. Ну, это я виноват. Этот. Наберитесь небольшого опыта, и дальше... Небольшого это сколько? А это уже... Добрый-то неудобный. Как жизнь даст, я не знаю. Главное, не затягивать. Жалеешь ли ты, или жалел ли ты, или были у тебя мысли на этот счет, что ты столь рано со своей женщиной вот вы женились, и замуж вышли, и вот все вот это вот пошло-поехало? Нет, не жалею. Она меня из армии ждала, она и любила, когда у меня и бабла нет, я был... Какой додик. Потом, когда у меня были финансовые проблемы, где я похудел, у меня, блядь, капнула седина, было очень страшно. Ну, надо было крутиться. За что она тебя любит? Который я вот есть, за это она меня любит. За то, что суетишься. Как бы, а, я у нее еще первый, я ее вовь, и как бы... Блин, это круто! Один клоп, хуяло, аппетитам. У меня вилка. Да. И поэтому я, кстати, и пытался жрать, она неудобная, биздец. Пусть я еще тут. Икота, икота, иди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. 51 секунда. Я, ну, чуть позже нажал, но была 51 секунда. В смысле, а это что такое? Блядь, тут как бы мелочи уже. Ну, пускай 53 штрафные ему, как бы, в... 53-54. Сейчас немножко страданешь, да? Мразь. Какая же ты мразь. Стой, 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 стой. Ну как ты? Да, губы накрасил. Да мой рот снимаешь. Как тебе губы? Вот сейчас прилетело. Слезы счастья. Подожди, подожди, надо высморкаться. Мне больше напрягает, что на выходе будет кипячение. Мог быстрее, нет? Как думаешь? Да, из-за вилки, она прям разотна, ты ее начинаешь тыкать, она тебя вдеснует под зуб, короче. Чтобы вы понимали, то бишь, вы ее начинаете пихать в рот, вы ее пихаете в рот, и она всегда вдеснула, прям, втыкается, и ты такой, мразь, и она блокирует тебя. Так, а что это? Смотри, возвращаясь к началу нашего разговора, ты сказал, что сейчас ты можешь себе позволить не вставать в 6 утра и не пиздецать там на работу, там еще куда-то вот, ну, в общем, в этом духе. Сколько примерно у тебя времени уходит вот на работу, на суету, вот на это вот все? Ну, вот, к примеру, тренерскую деятельность я все равно не забросил, я там несколько человек оставил для того, чтобы, ну, не позабыть, опыт есть, и как бы Витя знает, что я в понедельник, среда, пятница я работаю с утра, а день, типа, на качку, на какие-то моменты, ебанью, там, занимаюсь своими какими-то делами, вечером забираю жену с работы, я ей сказал, можешь не работать, можешь работать, она хочет немножко напрягаться, заниматься любимыми моментами, и как бы я не запрещаю. И за ребенком в садик, а если есть какая-то съемка или какая-то движуха, ну, там, смотря уже как, хоть в 5 утра, в 4 ночи я все равно встану. Если это понадобится. Это да. Ну что, сколько будешь рвать? Давай, теперь попробую полную. Дальше... Вся одна попытка будет. Ты прямо с нее, да, будешь? А потом сбрасывать потихо. Но время будет идти. Давай, херст. Да, мааааа. Ну, я могу сказать в моменте, что, ну, я тебе это уже говорил, когда мы рвали газету, что нужно направить все свои усилия на одну точку, типа, это самое главное. Как ты это сделаешь, от этого и зависит, как ты ее разорвешь. Ну, давай попробуем. Три, два, один, погнали. С кем бы хотел сняться? Мне очень понравилось с Даней с Нелета, потому что не то, что он, типа, там, популярен. Нет, из-за того, что он на нашей спортивной волне. Он своеобразный парень, как и мы все. Это нормально. С Даней очень нравится. Ну, нравилось, общалось. Сейчас мы чуть-чуть помешали. А вот с тем, с кем, допустим, не контактировал? Явно найдутся любители, явно найдутся ребята, которые тащатся по этому, но с группой System of Down. Ого. А подожди, они... Они армяне или грузины? Они армяне? Ну, блин, не знаю. Вот с ними я бы хотел бы сняться или что-нибудь подсуетить. Как сложно. Блин, давай карты порвем. Должна же быть какая-то такая там цель, типа, допустим, мечта. Я бы Моргенштерна на блуд проверил. Это было бы смешно, мне кажется. Вот это мечта осуществима, но мне он почему-то близок. Я не знаю, почему, это Саша шоколадь. И вот с ним хочу. Сейчас вот наведу суету. Скоро. И многие просят. Ну, мне кажется, Турчинский прикольно было бы. Два из трех у тебя представители альтернативной музыки тяжелого типа. Да, я любитель этой музыки и как бы круто. Очень круто. Знаешь, я тоже... Ну, когда был поменьше, помоложе, я слушал прям частенько. Наверное, классы с девятого, с десятого. Лет до двадцати, наверное, трех-четырех. Наверное, я слушал тяжеляк. И потом как-то в момент как-то резко я от него как будто бы устал. Но ты до сих пор можешь оценить и кайфануть. Могу, да. Могу что-то включить, но это настолько редко, то есть скорее сейчас он меня даже, наверное, больше раздражает. Но я все равно ценитель вот этого искусства и мне оно очень нравится. 54 карты, карты, минуты 14. Ничего себе, вы видели? Первый человек, который нормально разорвал карты. И что я могу сказать? Что он этого не делал. То есть, чтобы вы понимали, как бы, несмотря на то, что мы как бы общаемся, коллаборируемся, Гоча не влетает в сгибание гвоздей, так же, как я не влетаю, допустим, в отжимание в стойке на кольцах. Но может быть, пару раз это было. По великому празднику, а так я далек от этого. Поэтому Гоча так же далек от этого и каких-то технических особенностей он там услышал, возможно, только по наитию. Единственный момент, когда мы снимали с ним как прокачать предплечье по бомжу, я показывал, как рвать газеты, книги. Возможно, с того раза что-то отложилось, но в принципе, это хороший результат. То есть, такое прям, ну, круто, круто. Гоч, что-то тебе холодно, как будто бы. Может, без вопросов? Не, вопросики имею. Это я не для тебя, это, чтобы доску не шкварить. Чтобы ты понимал. Минус один. Как относишься к боли? Как переносишь боль в принципе вообще? Если в экстремальных моментах надо потерпеть, потерплю. А вот сейчас придется потерпеть. То есть, плюс-минус у нас экстремальные. Ну, как бы, да. Такое. Самая острая боль, которая у меня была, это... болезненные переживания. Это вышел 0,6 миллиметров камень. У меня был камень. Это мразь. как бы, ребят... Что же камень? Ну, я любил этот, гуарану попить. То бишь, вместо 5 грамм, я там, порошок такой, 35 грамм, или сколько-то, напьюсь, мало запью воды, мало, в принципе, воды пил, минерал образовался, это кофе-серон, кофейный содержащий. И у меня образовался камень, 0,6 миллиметров. В детстве просто в садике я помню, как пацаны себе друг другу камушка в жопу запятали. у вас в жопу, а у меня вышел с почки. В детстве, да. У меня были странные моменты, конечно, но это что-то прям такое. Легкое раскрытие Владоса на данный момент. Это потом у нас будет. Поговаривают, что это сравнимо с родами у женщин. То есть я не, ну мы, конечно, не можем испытать данное чувство, но поговаривают. Мне кажется, даже женщины говорят, что камень это страшнее, там, или то же самое, не знаю, но это прям настолько острая мразотная боль, я блевал от боли, у меня, ну, какие-то обезболивающие не брали, я полтора часа там вот так валялся, кайфовал, там, образно говоря, ну, мне же, ну врагу бы я пожелал бы, хотя, да пожелал бы, хотя не знаю. Сейчас вы видели, противостояние небольшое. Да, 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 мне разновление личненькое, наверное. Так что, блядь, не воюйте с Гогой, видите, как может получить так? Такой желаемый камень 0,9 миллиметров. Блядь. Ну смотри, это был физический момент. Да. Моральный. А, у меня была любовь, я ее любил, все дела. То есть это малолетство было? Конечно, ты еще это этим, эти, наверное, запоминаются, ну, мне нравилась девочка, какая красивая, просто, просто ангельский пух, ну это красота, такая была, она была такая, она такая бархатная, милая. Как бы я скромный грузин, как бы такой, ну, как бы я был всегда хороший друг. А она в курсе? А, френдзона. Да, да, да. Чуваки сейчас такие, душераздирающие. А ей нравился чел, ну, дебошир, бухал, наркоман. Какая классика, блядь вообще. Я аж выплюнул. И, короче, что-то пригласили, ну, там, тусовка, друзья, и мы, ну, короче, в одной комнате, все уже спят, отдыхают. И она трахалась с ним, и я это видел. Я отвернулся, это мой корень, ну, корень, ты причем, если она к нему чувствует, и я отвернулся, заплакал. Блядь, мне так обидно. Блядь, я первый раз слышу, серьезно. Сейчас слезы даже навернутся, блядь, эмоции, блядь, я с ним интиментально, блядь. Я заплакал, короче, и такой думаю, блядь, ну, че ж такое-то? Ну, и все, и как бы, ну, и дальше идем в пиратуршоп. Она еще так стонала, блядь. Возбуждение присутствовало? Не произвел, мне очень обидно. Здесь у нас упор лежа. Объясни. Объясняю. Короче, сеньориты, шарлотки, женьшени развиваются и стоят, стоят в тепличных условиях на вот эту вот штуку, это чисто, ну, как бы, ради чего все, собственно, это шоу-то вообще. Вообще, надо тут кого-то обозревать. Так, Гогачу будет делать. Мужики у нас встают ладонями, то есть ладонями это несколько посуровее. Пальма первенства у нас сейчас у Лехи Столярова две минуты. Второе место одна минута уважаемый добряк. Давай, раз, два, и... Ёпать твою мать! Ёпать твою мать! Ай, как больно! Больно, бля! Больно, бля! Больно! Ай, как больно мне! Много хавует грязь, я с одной океану натяну в углу руки. Ай, блядь, блядь. Больно, блядь. Смотри, подожди. Сейчас, я сейчас. Что пошло? Мы похожи с тобой, но только че, ебаный, как они стоят, блядь, ребят, как вы больно любите. Мы тоже устанем, нельзя зарекаться, всё может случиться. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, я посвечу. Здесь написали, что эта трипофобия называется боязнь кластерных отверстий. А реально кто-то боится? То есть, ну, у Столярика были поглубже. Да я не знаю, что страшно. Даже в минуте. спасибо тебе что я не больно что ли было все уже неприятненько но не больно я я хочу сказать спасибо за нежданное врывание в блуд потому что действительно если не думал тренировки если настроил мой только бы не ноги все дела и вот так получилось но это круто когда нежданчик и как бы витя мастер таких моментов и еще раз спасибо виктору спасибо тебе дарите людям эмоции даже не всегда положительные бог ну чё как она царя гвоздя надулась прикольно этот смотри топ-5 из-за самого понравившегося я обрадовался прямо обрадовался что порвал карты даже витя обрадовался все раскидал потом гвоздь что смог так вывести ну динамометр наверно на самом это так гвоздь ну лапша динамометр и вот вот прям вот сейчас пульсирует из-за этих острых гвоздей прям вот неприятное ощущение но первое это карты и гвоздь а уж как а теперь самое неприятное нет все вопросы задали много циклов расти больших растет такой